МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный журналистами городского телевидения. На студии для вас работает диктор Дмитрий Полячук и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. В зиме задержана этническая группа наркоторговцев. Изъято 300 доз героина. 200 рублей за пол-литра водка и коньяк опять подорожают. Штраф, арест и принудительная работа. Государство крепко взялось за должников по оплате штрафов. Это самое счастливое событие в моей жизни участница олимпийского хора Катя Фрейберг вернулась из Сочи. А теперь об этих и других событиях более подробно. В администрации прошло оперативное совещание, где полицейские отчитались о проделанной работе по итогам двух месяцев 2014 года. На прошедшем вчера совещании при мэре города собравшиеся заслушали и обсудили отчеты начальника Саянского отдела полиции о результатах оперативно-служебной деятельности подразделений за два месяца 2014 года. В своем выступлении Денис Петров привел основные цифры, характеризующие криминальную ситуацию на территории муниципального образования, которая в целом оценивается как достаточно напряженно, и показатели работы стражи правопорядка по раскрытию и пресечению преступлений. Было зарегистрировано 49 краж имущества, это за два месяца против 55, в 2013 году раскрыто 32 преступления, в 2013 году цифра составила 27. В том числе краж из квартиры зарегистрировано 19, что осталось на уровне прошлого года, раскрыто 9 преступлений, что составляет также на уровне прошлого года. Из доклада главного полицейского города можно сделать вывод, что по некоторым показателям Саянский отдел в тройке лидеров по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, раскрытию преступлений прошлых лет, по направленным в суд делам, особо тяжким преступлениям, экономической направленности преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, раскрытию грабежей и квартирных краж. Зарегистрировано три разбойных нападения, все три разбойных нападения раскрыты, угонов транспортных средств в 2014 году Сегодня зарегистрировано, однако зарегистрировано 5 фактов краж транспортных средств, 4 кража это с улицы города, 1 факт это кража гаражного кооператива. В своем докладе Денис Петров также отметил, что сегодня необходимо усилить взаимодействие между службами участковых уполномоченных полиции и оперативную осведомленность оперативников, усилить работу в борьбе с экономическими преступлениями. Вместе с тем он пояснил, что сегодня рост уличной преступности в первую очередь вызван нехваткой штатов. Тем не менее, в наступившем 2014 отделом был осуществлен комплекс мер, направленный на повышение раскрываемости расследований преступлений. И это дало свои результаты. Раскрываемость преступлений выросла, в частности разбойных нападений, грабежей, краж, имущества стало на сегодняшний день значительно меньше. Значительного роста цен на основные продукты питания в Саянске нет, но это не относится к виноводочным изделиям. Проведен мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары. По состоянию на 1 марта по Саянску отмечается сезонный рост цен на овощную продукцию – картофель, лук, морковь. Цены в среднем выросли от 3 до 5%. Товаропроизводители у нас также подняли цены на мясо кур на 0,3% и на яйцо куриное на 1,5%. Мясо кур в среднем раньше стоило 108 рублей 53 копейки, сейчас средняя цена 109 рублей 97 копеек. Получается на 1,5 метра рубля. Яйца куриные, если они стоили 49 рублей 33 копейки, то сейчас 50 рублей 0,6 копеек средняя цена. Тоже получается в среднем на рубль разрастает. На остальные продовольственные товары роста цен не наблюдается. Несколько снизилось по сравнению с январем стоимость рыбы, масла сливочного и растительного, сахара, песка, соли, хлеба, крупы и вермишели. Такого влияния роста доллара на цен, как сейчас говорят в СМИ, по Саянску пока не наблюдается. Возможно, это будет где-то отголоски, может, где-то к апрелю месяцу. Но и только на ту продукцию, которую мы не производим, получается, в России, которую заводим из-за рубежа. С 11 марта текущего года, согласно федеральному закону, повышаются розничные цены на алкогольную продукцию. Пол-литровая бутылка водки будет стоить 199 рублей. А с 1 августа 2014 года минимальная цена на пол-литровую бутылку водки будет составлять 220 рублей. Возрастут в цене коньяк и бренди. Пол-литровая бутылка этих напитков будет стоить не ниже 293 рублей. А с 1 августа текущего года не ниже 322 рублей. Сотрудники наркоконтроля задержали две преступные группы и изъяли около 300 разовых доз героина. В ходе проведенной спецоперации сотрудники наркоконтроля задержали группу лиц, которые занимались распространением и продажей героина. Саянским межрайонным органом Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков проведены ряд реализаций. В ходе данных реализаций задержаны две преступные группы, состоящие из этнических цыган. Как отметили наркополицейские, задержанные сбывали свой товар посредникам, которые впоследствии продавали героин только знакомым лицам. Изъято из незаконного оборота в одном случае 150 грамм наркотического средства героин, в другом случае 300 разовых доз наркотического средства героин. 300 разовых доз это порядка 60 тысяч рублей. Первая этническая группа была задержана на территории Черемхова и поселка Залари. Вторая этническая группа была задержана на территории города Зимы. Сейчас, по словам наркополицейских, все задержанные дают признательные показания. Возможно, уже в ближайшее время они будут привлечены к уголовной ответственности. В связи с вступлением в силу нового закона автовладельцам в случае неуплаты штрафа придется облегчить свой кошелек на более значительную сумму, чем та, о которой они запамятовали. Минимум на тысячу рублей. Не только в Саянске, но и в целом во всей нашей стране автовладельцы в массовом количестве наказываются 100-рублевыми штрафами, которые не спешат оплачивать. Вот и копятся квитанции у проштрафившихся в бардачке авто. Для многих автовладельцев 100 рублей за незначительное нарушение, например, превышение скорости, может быть и ерунда, а вот для бюджета, в который не поступили тысячи таких штрафов, это значительные суммы. Данную финансовую проблему, в которой вылилась забывчивость автовладельцев, решили законодатели, внеся поправки в Кодексе об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф в двойном размере, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. К примеру, по словам автоинспекторов, теперь если штраф не оплачен в течение 60 дней, как предусмотрено законодательством, то считается, что оштрафованный ничего не заплатил. Так, добровольный срок уплаты административного штрафа с 30 дней увеличен до 60 дней, со дня вступления постановления в законную силу. Надо признать, что с каждым годом ГИБДД судебные приставы и суды стали активнее работать по выявлению и привлечению водителей, которые уклоняются от уплаты административного штрафа в отведенный законом срок. А вот чтобы избежать ответственности за неуплату штрафов, проверьте свою задолженность в ГИБДД. Отдел по молодежной политике, спорту и физической культуре городской администрации Саянска проводит конкурсный отбор для работы в молодежном парламенте. К сотрудничеству приглашаются активные, неравнодушные к жизни города молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. В феврале в Саянске прошло очередное заседание городского молодежного парламента, где молодые политики оценивали рейтинг активности своих рядов, учитывая участие каждого в различных мероприятиях и акциях, организованных парламентом. Также на заседании было принято решение о частичном обновлении состава парламентариев. В настоящее время в этом возникла необходимость. Четверо из числа рабочей молодежи сменили место жительства. 11-классники и студенты профессиональных учебных заведений заканчивают обучение. На днях специалистами отдела по физкультуре, спорту и молодежной политике городской администрации объявлен дополнительный набор кандидатов в молодежный парламент. В состав молодежного парламента, напоминаю вам, могут входить молодые граждане города Саянска от 14 до 35 лет. Для того, чтобы попасть, стать участником конкурсного отбора, необходимо заполнить анкету, которая находится на сайте администрации в разделе «Молодежная политика» под раздел «Молодежный парламент». Анкеты принимаются в отделе по физкультуре, спорту и молодежной политике городской администрации до 14 марта. Данные анкеты будут рассматриваться наблюдательным советом, в состав которого входят и представители администрации, и думы. И затем те кандидаты, которые больше всего наберут баллов, они приглашаются для собеседования уже на рабочее совещание молодежного парламента. Напомним, молодежный парламент является консультативно-совещательным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. А основной целью работы парламента является создание действенных механизмов включения молодежи, процесса принятия решений, направленных на реализацию государственной политики, приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирование правовой и политической культуры молодежи. Члены парламента принимают участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, оказывают содействие в разработке и реализации программ общественных объединений, направленных на решение проблем молодежи. В музыкальной школе номер один состоялась встреча с участницей Олимпийского хора Екатериной Фрейберг. В выступлении объединенного детского хора, в котором приняла участие ученица Саенской музыкальной школы номер один Екатерина Фрейберг, стала яркой страницей культурной олимпиады Сочи 2014. О своем выступлении талантливая девушка рассказала на творческой встрече. В уникальный сводный детский хор вошли тысячи юных солистов со всей России. Иркутскую область представляли 10 ребят из Иркутска, Саянска, Тулуна, Ангарска в возрасте от 9 до 14 лет. Репетировали и жили мы в Санкт-Петербурге, рассказывает Екатерина. Программа была очень насыщена. У нас еще была культурная программа. Нас возили в Эрмитаж, в Екатерининский дворец. Мы были на крейсере «Аврора». Мы просто ездили по городу, смотрели его достопримечательности. Занимались по два часа в день. Только в последний день перед выступлением репетиция длилась пять часов. Уже 8 января хор, выступление которого потрясло публику, дал концерт в Мариинском театре. У нас был свой очень хороший дирижер Дмитрий Валерьевич Ралко. Он с нами занимался. Мы очень счастливы, что именно он достался сибирскому хору. Также он пригласил меня в училище Римского Корсака дальше идти. Он спросил у нас, кто дальше будет идти на музыкальное. Я сказала, что я очень хочу дальше продолжить свою жизнь и связать ее с музыкой. И он сказал, что приезжай в Питер и все устроим. Утром 15 февраля с Казанского вокзала Москвы на двухэтажном поезде сводный детский хор России отправился в столицу Зимних Олимпийских игр. Какую именно песню будет петь хор на закрытии Олимпиады, хранилась по строжайшим секретам до последнего момента. Ребятам не разрешалось рассказывать о ней никому. Организация и во время репетиции, и самой церемонии закрытия была на очень высоком уровне, отмечает Катя. У каждого артиста была портативная рация, по которой он получил команды, что ему нужно делать. Выступали под плюсовую фонограмму. Неповторимый эффект создавал свет фонарика, который был у каждого артиста. Когда уже само закрытие было, это просто эмоции переполняли. Очень здорово все. На тебя смотрят столько, ну миллионы, и по телевизору, и на фиште самом. Это очень здорово. Наверное, самый запоминающийся, это когда Мишка задувал огонь. Мы все тоже, ну мы с ним плакали. Идея собрать в Сочи тысячу юных исполнителей принадлежит дирижеру с мировым именем, художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву. А у Кати впереди теперь много работы. Хор должен выступить в Москве на праздновании 75-летия победы в Отечественной войне, ожидает юное дарование и выступление за границей. Ведь выступление детского хора действительно потрясает и никого не может оставить равнодушным. Сибирские галендры. Так называется книга о самом необычном народе, живущем в Сибири, а точнее в Золоринском районе. Презентация книги известного иркутского фотохудожника Александра Князева, которая вышла в свет во многом благодаря депутату законодательного собрания Виктору Круглову, состоялась в Золоринском доме культуры «Родник» 4 марта. В Золоринском районе живут люди 18 национальностей. Но есть среди них народ особый – галендры. Это столыпинские переселенцы с Волыни и Буга, выходцы из Голландии и Германии. Приехав в Сибирь на заре 20 века, они основали у незамерзающей реки Танаса три деревни. Сегодня это Пихтинск, Среднепихтинск и Дагник. В глухом сибирском углу поселились люди с фамилиями Кунс, Гимбарк, Гильдебранд, Зелент. И через годы и все перипетии российской истории пронесли уклад жизни, обычаи, традиции, обряды своих европейских предков, сохранив при этом нравственную чистоту. Вот эта уникальная народность и стала героем книги фотохудожника Александра Князева и Ярослава, его сына. Александр Князев – фотохудожник с именем, автор 20 выставок, большинство из которых были международными. Уроженец Золарей, он стал известен как иркутский фотохудожник. На берегу незамерзающей реки он оказался в январе 13-го года. И ровно через год вышла книга. Это 140 великолепных фоторабот отца и сына Князевых. Живописующих жизнь, быт, уникальной общины галендров, которую называют одной из семи жемчужин Сибири. Книга эта – счастливое стечение обстоятельств, говорит сам автор, через несколько десятилетий бурной творческой жизни, вернувшейся на родную землю, где работала слегка и радостно. Я понял, что родная земля остается родной землей, независимо от того, кто на ней живет. Вот в такой работе и происходят настоящие результаты. И то, что книга получилась именно такой, я должен благодарить вас, дорогие мои родные галенды. Низкий вам поклон от меня, от моего сына. Сигнальный экземпляр книги автор подарил Золаринскому музею, директор которого Галина Макогон приняла живейшее участие во вживлении художников, как выразился Александр Князев, в общину галендров, от первой встречи с которыми до выхода книги прошел всего год. Это фантастически короткий срок. В том, что фантастика стала реальностью, решающую роль, сыграл депутат законодательного собрания Виктор Круглов. Он помог книге «Сибирские галендры» не залежаться в сигнальном экземпляре. «Исключительно из чувства благодарности к героям книги», сказал Виктор Кузьмич. На которого галендры тоже произвели впечатление. Не столько своей уникальностью, но главным образом реализмом мышления, обдуманными вопросами и поддержкой идеи депутата. Иван Зигмунтович Зелент, галендр, активный защитник и проводник интересов общины, обратился за помощью в издании книги о земляках к Круглову. «И мы встретились с князем старшим, и когда он мне показал макет, я говорю, слушай, ну это мне по душе, как говорится, я за это возьмусь. Я сказал, нет-нет, это останется на века. Слова – это слова, а вот это – это дело». Действительно, о пехтинских галендрах много пишут, немного снимают, а теперь моменты бытия единственной в мире народности, запечатленные любовно и талантливо, станут частью наследия для потомков в быстро меняющемся мире. Гимназия, вторая и третья школы стали победителями городской игры «Зорница», которая прошла в Саянске в конце февраля. «Во, пошли, кодинок! Я на школу, кодинок!» В течение трех дней в учебных коридорах можно было наблюдать довольно странную для школы картину. Юноши и девушки в военной форме, бравые солдатики, грозные офицеры. Нылькали погоны, фуражки, пилотки. В Саянске проходила военно-патриотическая игра «Зорница». Которая, как отмечают организаторы мероприятия, для многих старшеклассников становится не просто конкурсной программой, а неким ордентиром дальнейшей жизни. Я собираюсь поступать в военную школу. Все равно все из-за «Зорницы» стараются пойти дальше в военное училище. Конкурсная программа состояла из нескольких этапов. Строевая подготовка, викторина по истории Отечества, военно-спортивные эстафеты и творческий конкурс на привале, который традиционно собирает не только большое количество участников, но и огромное число зрителей, болельщиков. Но задача конкурса не просто выявление юных талантов, хоть их в саянских школах и немало, а более значимые. Пропаганда и популяризация среди школьников здорового образа жизни, формирование стремления к самоутверждению через творческую деятельность, приобщение к коллективному творческому делу, а также формирование культуры творческой деятельности. И с этими непростыми задачами «Зорница» в Саянске успешно справляется уже несколько десятков лет. Итоги же трех этапов таковы. Лучшей командой в «Зорнице-2014» стала команда третьей школы, на втором месте – вторая школа, третье место – у гимназистов. В Саянской городской больнице в канун 8 марта проходит традиционная выставка творческих работ. К сожалению, этот праздник только раз в году. Хотя отличным настроением, самый весенний женский день можно запастись надолго. В Саянской городской больнице в канун 8 марта проходит традиционный конкурс творческих работ, в котором принимают участие работники всех отделений лечебного учреждения. Инфекционное отделение, значит, свои игрушки, свои подделки, предоставляют. Вот это сирень, прекрасный букет, прекрасное дерево. Затем у нас идет женская консультация. Очень милые, с такой фантазией выполнено вязание для детей. И перчатки, и шапочки. Посмотрите, какие. Люди, которые стоят на страже нашего здоровья, не только замечательные специалисты, но и прекрасные рукодельницы, которые умеют все вязать, шить, рисовать, плести. И, конечно, дарить прекрасное настроение не только родным и близким, но и своим коллегам и пациентам. Вот прекрасный пингвин, даже вот хочется мне его вот так вот взять и вот носить. Это акушерское отделение, это наши медсестры, акушерки. Вот такие вот работы делают. Вот эти прекрасные работы и еще много других работ предоставили нам работники кардиологического отделения. Победители выставки будут награждены грамотами и призами. В Саянской городской больнице в основном работают женщины. Это наши врачи, медсестры, фельдшера, акушеры, акушеры-гинекологи. Ну, в общем, специальности не перечесть. Наши санитарочки, это в основном женщины. И вообще, женщин в Саянской городской больнице много. Значит, мы самые главные. И вот такие все еще и творческие. Женские руки не знают скуки. Выставка рукоделия под таким названием открылась в Совете ветеранов химпласта. В Совете ветеранов акционерного общества Саянский химпласт нынче особенно многолюдно. Накануне 8 марта рукодельницы из кружка Любава открыли выставку своих достижений в вязании и декоративно-прикладном творчестве. Вышивка, картины из бисера и пайеток и больше всего изделий, вязаных крючком. На все лады салфетки, шали, блузки, шарфы, шляпки, палантины и даже игрушки и сумочки. Все это сделано, начиная с октября. Сделано с превеликим тщанием и опытными, и начинающими вязальщицами. Тамара Ивановна Коренева из опытных. Конечно, она и раньше увлекалась женским рукоделием. Но работа и семья требовали внимания. Когда уже вышла на пенсию, здесь уже полная воля для рукоделия. Я и вышивала, но сейчас нет, потому что это... А вязать все время вяжу. Мне очень понравилось. Здесь и шали у них очень красивые, салфетки очень красивые. Да, конечно, все красиво. Я всех женщин поздравляю с 8 марта и им желаю я здоровья. В клубе «Любава» занимается рукоделием 20 женщин. Обмениваются секретами, узорами, выкройками. Желающих научиться, на первый взгляд, нехитрому мастерству прибавляется. Я чувствую, что это нашим женщинам нравится. А если нравится, то мы будем это поощрять, постоянно проводить выставки такие. Тамара Рабинович, председатель городского клуба «Бабушкин клубочек», восхитившись мастерством коллег, загорелась идеей совместной выставки «Рукодельниц Любавы и клубочка». Наверное, к дню города активистки ее и организуют. В канун женского праздника в цветочных магазинах царит настоящий бум. Какие цветы предпочитают дарить сегодня мужчины? Пожалуй, такого цветочного великолепия, какое бывает в канун праздника 8 марта, в другие дни не встретишь. Оно и понятно, цветы остаются самым популярным подарком в женский день. Вообще, ажиотаж начинается с середины недели, отмечает флорист. Пик продаж приходится на 7 и 8 марта. Цветок разный берут. Но всегда тюльпан обязательно, это весенний цветок. Роза. А сейчас в моду вошла еще и орхидея. Это может быть и горшечка, это может быть и срезки. Вот цветы, допустим, вот такие. Сегодня дарить цветы стало более популярно, чем в предыдущие годы. Особенно предпочитают покупать в подарок горшечные цветы, скажем, орхидеи. Ну все, даже дедушки и то приходят. Я говорю, да. Я жену свою очень люблю. Мужчины щедро на 8 марта? Щедро, конечно. Букеты шикарные берут. Я говорю, я удивляюсь даже, если девушке там лет, допустим, не слишком много, но 51. Вот так вот. Это не говорит о том, что не щедрые, конечно, щедрые. Большие, очень красивые букеты, разные заказывают. Но предела нет, короче говоря. Самый дорогой букет? Ну, в данный момент где-то на 7 с половиной. В канун праздника незначительно на 10-20 рублей возросла и стоимость цветов. Скажем, роза обойдется примерно в 120-150 рублей в зависимости от размера. Но в день 8 марта на букеты любимым женщинам мужчины не скупятся, отмечает специалист. Ведь самый женский день – это день цветов, подарков, улыбок, красоты и, конечно, любви. Чемпионаты первенства Сибирского федерального округа Паушу-Санда состоялось 1 марта в Ангарске. Значимым итогом этих соревнований для саянцев стал отбор в сборную Сибирского федерального округа на участие в первенстве России. Отбор прошли 4 спортсмена саянского клуба «Лидер». В саянском клубе «Лидер» сейчас идут усиленные тренировки. И это не просто приходь преподавателей. Спортсменов вскоре ждут нешуточные состязания, в которых они примут участие по результатам чемпионата и первенства Сибирского федерального округа Паушу-Санда, который прошел 1 марта. Самый главный результат это то, что наши ребята, все 4 человека, которые участвовали в первенстве Сибирского федерального округа, отобрались в состав сборной округа и поедут на первенство России в апреле в Старый Оскол. Это Перфилев Богдан, Куринович Саша, Чепелевич Саша и Пукало Виктор. В чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа Паушу-Санда, а также в открытом первенстве города Ангарска по этому виду спорта, которое проходило в рамках турнира, приняли участие младшая и старшая группы клуба «Лидер». Общие результаты – 7 призовых мест. Из них 3 золотые медали. И все же, считает тренер ребят, малыши могли бы выступить лучше. Но то не повод для уныния, а стимул к более внимательному отношению к тренировкам. Конечно, есть к чему стремиться. Но у нас в этом же месяце, в марте, будет проходить турнир областной Паушу-Санда в Саянске. И надеемся здесь уже всей нашей большой командой взять реванш в Ангарске. Быстрее! Он на такойте, быстрее отвечайте к нему. Подскакивайте. На этом информационная часть выпуска завершена. Я с вами прощаюсь с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго. Берегите себя. А самое главное – будьте счастливы.